Всем привет! С вами Вика! И сейчас на ютубе достаточно популярен такой сегмент, как Мои стильные нет, мои школьные нет, и я тоже захотела снять видео о подобной тематике. В этом видео я расскажу вам о том, что же меня бесит в школе, что меня не устраивает и что бы я хотела изменить. Поэтому, если вам интересно, то запасайтесь чайком, печенюшками и приятного просмотра! Но да, перед началом этого видео не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, потому что ты не узнаешь, что я выпустила новое видео, и это плохо. Я хочу попросить прощения за задержку с конкурсом. Сегодня я наконец-таки объявлю результаты конкурса, поэтому обязательно переходи по этому инстаграму. И да, возможно, этот конкурс выиграл именно ты. А теперь давайте начинать. Я тезисно выписала себе эти темы, которые хочу задвинуть сейчас. Поэтому иногда я буду подглядывать. Меня жутко бесит ранний подъем и, соответственно, ранний приход в школу. Я этого не понимаю. Почему нельзя сдвинуть начало учебы хотя бы до 9 или 10 часов утра? Я понимаю, что основная концентрация для учебы является именно утром. Но ведь школа сама провоцирует недосыпы, сонливость, унылость учеников. А потом жалуются про то, что дети не высыпаются, они почему-то злые и агрессивные. Странно, не правда ли? Субъективность учителей. Это невероятно раздражает, потому что тебе могут поставить оценку только потому, что ты хороший мальчик. А если вдруг у учителя сложится плохое тебе мнение, то с хорошими оценками ты можешь попрощаться. Конечно же, есть очень объективные и правильные учителя в этом плане, но их меньшинство. Форма. Очень часто затронутая тема. Это интересно. Я не против формы, как понятие такового. Но если бы эти рамки были немножечко шире, было бы гораздо легче. Ведь джинсы и однотонная или неяркая футболка – это не так уж и плохо. Тем более, что их можно совершенно спокойно сочетать с классическим пиджаком и лодочками. Продолжая тему формы, меня безумно раздражает то, что в юбках заставляют ходить даже зимой. Как же так вышло-то? Да, можно в школе переодеться, но в самой школе же холодно. То есть ты надеваешь юбку, потом болеешь, много пропускаешь. И теряешь знания, теряешь возможность получить что-то новое. Это ведь неправильно. Вам, скорее всего, не видно, но на этом пакете из Телли Велли написан их слоган «Show who you are», что в переводе означает «Покажи, кто ты есть». Так вот, школа все это уничтожит. В школе вам говорят, что да, в нашей школе вы сможете открыть все свои таланты, завести новых друзей, но все это лишь на словах. Ты пишешь, как все, ты ходишь, как все, ты делаешь то же, что и все. Тебе не дают раскрыться как личности, показать свою индивидуальность. И это на самом деле очень огорчает, ведь сколько талантов погибает, если так можно выразиться, исключительно потому, что им просто не дали раскрыться. Меня безумно раздражают школьные клише. И даже не сами клише по типу «ботан», «спортсмен», «крутой качок», я не знаю. Меня больше раздражает тот факт, что какое о тебе мнение сложилось в самом начале учебы или в первые дни прихода в новую школу, то так о тебе и будут, скорее всего, думать вплоть до окончания школы и выпуска. Даже если ты уже тысячу раз поменялся или поменялась, ты уже совершенно другой человек, у тебя другие мысли, другие взгляды на жизнь. Но в школе это ничего не изменит. И последний на сегодня факт, который меня безумно раздражает и бесит, это то, что в школе мы учим просто огромное количество предметов, которые в жизни нам совершенно не понадобятся. Если я стопроцентный гуманитарий и не собираюсь связать свою жизнь с архитектурой, объясните, пожалуйста, зачем мне инженерная графика очерчения? Зачем нам такой предмет, как основа здоровья? Ведь мы все это выучили еще в младшей школе. Зачем один и тот же предмет с одними и теми же параграфами мы учим из года в год и тратим свое ценное время? Да, есть всего несколько школ с профильным уровнем, и по нововведениям классы делятся на три подкатегории, но куча ненужных предметов все же остается. Почему нельзя выбрать 8-10 предметов, которые тебе понадобятся, и их учить, и их выучить хорошо, чем куча предметов ни о чем? Этот вопрос пока что остается для меня загадкой. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео, и обязательно напишите в комментариях, что вас бесит в школе больше всего, и мне это правда интересно. Ну, а я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому обязательно поставь палец вверх, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего видео, Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю вас всех, сияйте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok